всем добрый день коллеги вебинар посвящен у нас бюджетированию основные моменты и документы находятся в разделе бюджетирования отчетности анализ в разделе виды и бланки отчетов создаются как раз будем так говорить скелеты наших отчетов экземпляры отчетов это непосредственно документы которые хранят в себе данные которые мы отправляем на согласование храним наши бюджеты сводные таблицы у нас это бланки видов отчета у нас есть много периодные бланки есть бланки сводные таблицы в основном работаем с бланками многопериодными также регламенты подготовки отчетности здесь у нас все наши регламенты как раз в регламенте мы используем настройку организационные единицы консолидирующие единицы также здесь указывается в регламенте периодичность и будет ли используется многопериодный экземпляр отчетов для данных регламентов в разделе сценарий мы видим здесь у нас наши сценарии в сценариях указывается режим планирования и связанные регламенты есть мы можем привязать сценарию сразу регламент и при выборе регламента у нас будет сценарий заполняться автоматически проекты этапы валюты видоаналитика это у нас уже пошли справочник с периоды здесь у нас обычный справочник давайте начнем создавать обычные виды отчетов запланирован бюджет по продажам пока остановимся на самом простом варианте отсчета наименование строки товары и материалы на колонки нас интересует то есть по кнопку добавить колонки мы добавим колонки качества цена добавились и колонки и две строки на вкладке аналитики показателей мы выберем аналитику контрагенты и выберем аналитику номенклатура аналогично сделаем для колонки материалы возьмем аналитику контрагенты и аналитику номенклатура в данном варианте мы видим что у нас набор аналитик может быть до шести шестая аналитика будет последняя при настройке вида отчета мы можем указать до шести аналитик на закладке формулы расчета показателей мы как раз указываем формулы как будет заполняться та или иная колонка то есть мы укажем что сумму это у нас количество умножить на цену совершить редактирование и также сумма колонки материала это будет количество умножить на цену нажмем завершить редактирование и перейдем к составлению бланков отчетов зайдем в наш многопериодный бланк нажмем кнопку создать макет бланка соглашаемся с выбором системы расположение при здесь можно создавать поля либо иерархическим путем либо рядом в чем принципиальная разница иерархия у нас будет создаваться номенклатура и контрагенты то есть наша аналитика будет идти иерархическим списком а если мы создаем рядом то у нас получается каждая аналитика идет в отдельной колонке придадим внешний вид нашим колонкам и нажмем кнопку записать и закрыть далее мы идем бюджетирование отчетности анализ экземпляры отчетов нажмем кнопку создать выберем наш вид отчета где у нас продажи выберем сценарий годовой выберем период планирования и выберем организацию по которой будем планировать здесь можно указывать как цифру так и организацию нажмем кнопочку ok и мы видим что наши товары и материалы и бланк многопериодный который мы сделали появился в данном при нажатии двоем щелчком мышки на поле количество мы добавим контрагентом товар и количество 10 штук мы также возьмем клиент 2 товар для продажи 2 количество 20 штук нажмем применить нажмем ok аналогично сделаем с колоночкой цена клиент 1 товар для продажи 1 по планируем продать по 500 рублей а это 500 нажмем применить и видим что колоночка сумма у нас посчиталась автоматически сделаем заполним наши материалы клиент 1 материал для продажи 20 штук количество 30 штук клиент 2 материал для продажи 40 штук заполним также цену по ним и колонка сумма у нас посчиталась автоматически нажмем кнопку записать закрыть и смотрим вот наш отчет здесь появился если мы зайдем еще раз вот документ экземпляр отчетов запланирован на январь план продаж по воду по воду по воду бюджета есть какой нибудь вопрос сейчас мышку поменяем так можем продолжать дальше это рассмотрели пример простого ввода бюджета по продажам есть вариант на основании документов вариант на основании документов то есть экземпляр отчет это у нас есть уже документ собирать данные на основании документов да это мы сейчас как раз посмотрим как собирается да именно фактические данные вот как раз хотел бы сейчас и продемонстрировать данный вариант сейчас мы запланировали продажи давайте мы теперь Возьмем фактическое количество. Зайдем в наши виды и бланки отчетов. Создадим Открыть конструктор отчета. Дам. Здесь также добавим две наши строки. Товары и материалы. Добавим три наши колонки. Цена. Количество. Сумма. Заполним аналитики показателей. Контракенты. Это у нас номенклатура. Аналогично сделаем для строки материала. Перейдем в формулу расчета показателей. Колоночка цена. У нас будет потом расчетный. Давайте начнем с количества. По кнопке добавить оперант мы нажимаем создать. Способ получения это у нас регистр бухгалтерии текущей информационной базы. Счет. Оборот по счету. Даже оборот в корреспонденции с 90.01. Для чего я поставил именно обороты? Потому что в данной аналитике по второму счету у нас есть контрагент, но нет поля номенкулатуры. Аналитики. А если я ставлю в корреспонденции счетов 90.01. 62.01, то аналитика контрагента и аналитика номенклатура у меня сопоставляется автоматически. Так проверим, есть ли у нас документы продажа по данным. Реализация накладные. Да, вот у нас есть какие-то продажи. 62.01. 62.90 как раз проводки у нас есть. Ресурс мы ставим количеством. На вкладке отбор данных источников мы можем ставить соответствующие отборы, как по документу регистратора, по полям документа регистратора, так же как и смещение периода. То есть здесь у нас закладывается дата начала периода, дата конца периода и соответственно все произвольные отборы счета, которые нас могут интересовать. То есть мы можем здесь сделать отбор по контрагенту, только там клиент один. Отбор по интересующему договору. То есть сейчас мы отборов ставить никаких не будем. Сумма. Также создадим показатель. Возьмем, что это регистр бухгалтерии. Хозрасчетный. Оборот в корреспонденции 62.01. 93.01. Здесь нас уже интересует сумма. А цена. У нас будет рассчитываться, что сумма деленная на количество. Аналогично сделаем для строки материалов. Здесь возьмем количество. Нажмем записать, закрыть, выбрать. Завершить редактирование. В колонке сумма также добавим оперант. Возьмем регистр бухгалтерии текущей информационной базы. Хозрасчетный. Оборот в корреспонденции 62.01. 90.01. Сумма. Выбрать. Завершить редактирование. Сейчас я проверю здесь у нас. Поставил ли я количество. Поставил. И также колоночка цена. У нас будет считаться, что сумма деленная на количество. Завершим редактирование. Откроем наши бланки отчетов. Нажмем кнопку создать. Макет бланка. Выберем рядом. Уберем слово наименование. Возьмем записать, закрыть. Закрываем лишние наши виды отчетов. Лишние складки. Зайдем в экземпляр. Нажмем создать. Вид отчета. Продажа бюджет. Факт. Сценарий также годовой. Период с января по декабрь. Торг единицы будет. Бухгалтерия. Возьмем кнопку ОК. Здесь мы выберем заполнить. По регламенту. Сейчас он подумает. Деление на ноль. Отлично. Посмотрим, что у нас в продажах. Реализация акций накладных. Это у нас. Январь 21. Организация и управляющая компания. Угу. Здесь я указал не ту организацию. Нажмем применить. Закрыть. Дам. Сейчас он подумает у нас. Пока он думает. Пока он думает. Можете как раз. Вопросы написать если есть. Закрыть. Сохраню. Нижнее подчеркненное. Нижнее подчеркненное. Так. Перезайду я в сам отсчет. И попробую еще раз перезаполнить его по регламенту. Сейчас система подумает. Угу. И вот мы видим. Что. Колоночки. Колонки. Цена. Количество. Сумму. Заполнили. Строки. Товары. Материалы. Заполнились. Из документов. Реализация акций накладных. И вот они. Наши все документы. Если мы зайдем в сам документ. Смотрим. Товары для продажи 1. Товары для продажи 2. Здесь мы видим тоже товары для продажи. Здесь товары для продажи. Здесь материалы для продажи. Также мы это все можем видеть. Вот они наши 250-300 тысяч. Все суммы которые у нас прошлись по оборотам. По 62-90 счету. Все как раз. Заполнены. Значениями. Колонка цена. Заполнилась автоматически расчетным путем. Нажмем кнопку записать. Это пример составления фактических данных из простого бюджета. Вариант как ускорить быстродействие. Быстродействие системы вы имеете ввиду? Нет. Ну. Наверное есть. Как бы да. Для этого есть специальные соответствующие службы. Которые занимаются быстродействием системы. Пишут оптимизацию кода. И соответственно. Они занимаются как раз именно этим вопросом. Да. Большие бюджеты на большое количество строк. Я согласен. Они будут занимать очень много времени. Почему так долго думает? Ну. Вот так. Сама система очень много весит. И поэтому вот такие вот у нас подвисания происходят. Это то что касается простых вводов бюджета. Как планах так и фактических данных. Также на основании. Мы можем заполнять фактические данные. На основании абсолютно любых данных. Мы сейчас заполнили это на примере. Оборотов по 62-м 90-му счету. Также мы можем заполнить это из регистра накоплений. Регистра сведений. То есть обратиться к любому варианту системы. Также данная система позволяет собирать фактические данные. Плановые фактические данные путем обращения к другим системам. Получение данных из других систем. Соответственно это все настраивается у нас при составлении. При заведении вида бюджета. В настройках. Здесь мы допустим продажа факт из других систем. Нажмем записать. И посмотрим настройки по умолчанию. У нас есть правила обработки. Правила проверки. Вот правила обработки. Мы можем показать, что обращаться к другой информационной базе. То есть мы показали какой тип сведений. Где лежит данная база. И под каким пользователем туда заходить. Настроили соответствие. Что у нас справочник контрагента. Справочник контрагента. Номенклатура номенклатура. При составлении типа информационной базы настраивается. Заполняются справочники. Соответствие. Перечисления. Регистры. И документы. Далее мы выбираем способ получения. Что это у нас регистр. Либо показатель другого отчета. Обычно это регистр бухгалтерии внешней информационной базы. Хозрасчетный. Нажимаем записать и закрыть. Вот таким образом система будет получать данные из других баз. Соответственно будет у нас бухгалтерия. Или будет там ERP системы какие-то. Да. Мы все равно соответствие прописываем в типе информационной базы. То есть мы показываем где лежит у нас та или иная база. И заполняем пользу. Настраиваем соответствие. Соответствие создается. Заполняется. В полуавтоматическом режиме. Здесь у нас справочник. Поиска тут нет. Ппп. Пппп. Ппп. Подразделение. Ппп. Порехали. Мы возьмём это в кединице. Организационные единицы. Возьмем организации. И здесь мы показываем как раз что какой реквизит у нас будет являться основанием для заполнения. То есть это если у нас наименование. Вот здесь чтобы у нас соответствие слово по наименованию перетаскиваем. Справочники подразделения наименования будут являться ключевым реквизитом. И система будет сопоставлять как раз справочники по данной настройке. Это то что касается. Далее мы как раз открываем конструктор отсчета. В настройках где мы прописывали с вами формулы мы указываем что мы подключаемся к внешне информационной базе. И далее механизм получения данных абсолютно такой же. Что касается именно простых бюджетов заведения. Так давайте наверное еще на простых бюджетах мы с вами посмотрим что данные продажи бюджет плановые данные у нас будут являться лимитами с вами. Поставим что у нас данный отчет будет являться основанием для установки лимитов. Поставим что у нас будет значение бюджет доходов и расходов. Здесь пока выберем что статья товары будет у нас равна статье. Прочие доходы и расходы. Создал статью так как отдала базу продажи товаров. Копируем статью 20 нет. Настройки соответствия какая строка равняется какой статье мы указываем непосредственно при заполнении вида отчета. Здесь лучше взять наверное пример который уже готов. Который прям поинтереснее. для вот как раз для ВДДС мы составляли что данная строка поступление ДС по объектам. Статья направление приход. Заполнили мы здесь все показатели. Далее посмотрели что у нас созданы бланки отчетов. И в экземплярах отчетов. Мы установили некие значения. А так как мы видели что это является данная строка у нас является лимитированием. В регламенте мы установили галочку что устанавливают лимиты. Проверим по отчету что у нас лимиты устанавливаем на июль. Посмотрим и возьмем на давайте поставим на март. Здесь у нас на март не стоит. Вот мы дважды щелкаем на колочку акт. Установить лимиты. Видим что система нам предложила установить. Заполнила автоматически. Выберем дату. Нажмем провести закрыть. Установлен по не утвержденным данным. Почему по не утвержденным данным. Потому что статус у нас утвержден. Лимит он все равно установил. Далее мы зайдем посмотрим. Статья бюджета мы возьмем. Статья бюджета поступления ДС по объектам. Период. Расходы общие. Период. Март 21. Управляющая компания. Расходы общие. Май 21. Угу. Страна. Так. Бюджет движения денежных средств. Управляющая компания. Март 21. Годовой. 1. 3. 21. Начало года. Угу. Провести. Закрыть. Далее мы. Если мы сделаем заявку на оплату. Создать. Оплату поставщику. Сделаем период. Март. Месяц. Сумма 20. Укажем нашу статью по которой мы устанавливали лимиты. Сценарий годовой. А статью мы выберем из экземпляра отчета. Угу. 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 Недопустимое значение. Контроль бюджетных лимитов не требуется. Угу. 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 Возьмем данный период. Пишет недопустимое значение, но контроль лимит выполнять все равно не хочет. Посмотрим в параметрах лимитирования планирования. Здесь мы выберем нашу статью бюджета. Поступление DS по объектам. Напишем год действия 2021. Контролировать лимит по статье. Выберем записать закрыть. Далее. Возьмем, что это у нас март месяц. И видим, что контроль документа у нас нарушен. Что текущая операция 25. А лимит у нас 305. Мы здесь в рублях. Ну вот, сам механизм установки лимита из документа. Экземпляр отчета. Работает таким образом. То есть в регламенте мы ставим галку, что устанавливать лимиты. Нажимаем вперед, вперед. И в отчете по установке лимитов. Управление лимитами. Мы можем поставить лимит на любой удобный нам, на нужный нам сценарий. Сценарий, строку, статью. И, соответственно, далее документу установка лимитов делается. И потом контролируется данная статья. Если, опять же, она настроена в параметрах планирования и лимитирования. Мы указываем параметры лимит статьи бюджетов. И, как раз, мы вот здесь создали с вами значение. Поставили галочку, что данная статья контролируется. Вот это то, что касается, как раз, поверхностно, если пробежаться по установке лимитов. Как сравнить план факт. Соответственно, как сравнить план факт. Вот это у нас тоже будет отдельный вид отчета. Назовем его бюджет продажи план факт. Нажмем записать. Нажмем открыть конструктор отчета. Создадим наши строки. Наши строки товары. Строку материалы. И здесь возьмем колоночки. Количество план. Цена план. Сумма план. Далее добавим колоночки. Количество. Факт. Цена. Факт. Сумма. Факт. И сделаем колоночку отклонения. Поставим наши аналитики. Что это у нас контрагенты. И номенклатура. Далее здесь в колонке материалы поставим контрагенты. Также. И номенклатура. В колонках формулы расчета показателей. Мы уже начинаем обращаться к показателям других отчетов. Показатель отчета текущей информационной базы. Продажа бюджет. Показатель. Количество. Количество. То есть. Таким образом мы заполнили. Обращаемся к отчету плановому по продажу. Показатель. И к колонке товара и количества. Нажимаем кнопку записать и закрыть. Выберем. Завершить редактирование. Цена плановая у нас будет. Показатель. Обращаемся к показателю отчета. И выбираем показатель цена. Выбрать. Завершить редактирование. Также сумма. Обратимся к отчету текущей информационной базы. План у нас бюджет. Товар и сумма. Количество факт. Мы обратимся также к отчету. Только уже фактических данных. Количество было. Изменить. Изменить. Это у нас было количество. Записать. Выбрать. Цена. Также выберем значение сумма. Показатель. Отчет по фактическим данным. Отклонение. Можем показать что. Сумма факта. Разделим на сумму плана. Примножим на 100. Сделаем бланк отсчета. Макет бланка. Также создадим макет бланка. Куда. Куда. Выберем рядом. Сделаем. Сделаем. Чик. Нажмем записать закрыть. Идем с вами в экземпляр отчетов. Нажмем кнопку создать. Бюджет продажи. План факт. Сценарий годовой. С января по декабрь. Управляющая компания. Нажмем кнопку ОК. Так. И еще. Так. У нас факт. Найти отсчет. Здесь я поменяю организацию. Чтобы для удобства у нас было все однообразное. Чтобы везде у нас была управляющая компания. Перепроверю что данные у нас остались. Остались. Далее мы идем в созданный нами план факт. Заполнить по регламенту. Дума система думает. Пока она думает. Вот у вас есть в примере БДР проект. Можно ли как-то ввести бюджет по аналитике проекта. Можно ли здесь считается как инвест проекты. Либо аналитика проекты. Создается справочник. Субконт управленным холдингом. Да. Где указываются проекты. И можете указывать когда по аналитику проекта. Да. Без проблем. Можно ввести бюджет по проектам. Вот мы видим что у нас товары для продажи один. Плановые данные заполнились. И фактические данные. Вот мы видим что у нас. Ага. Попали сюда у нас как раз материалы для продажи. А они нам здесь как раз таки не нужны. Вот здесь в этом случае мы как раз идем. Фактические данные наши. И настраиваем отборы что. Номенклатура. Список фиксированных значений. Например. Товары для продажи два. Окей. Записать. Закрыть. Выбрать. 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 Цена. Я указывал колоночку товары. список фиксированных значений мы покажем здесь что нам нужны только товары для продаж 2 и так аналогично сделаем суммой отборе данных мы поставим что это номенкулатура список фиксированных значений записать завершить редактирование перезайдем с вами в бланк в экземпляр отчет мы назвали его бюджет продаж план факт сейчас найдем его также в экземпляре отчета здесь нету хорошо создать бюджет продаж план факт сценарий годовой выберем что это период год единица и заполним по регламенту как раз мы видим что здесь у нас попали только товары для продажи вот мы запланировали количество и фактические данные вот сюда попали вот мы рассмотрели пример составления проект договора указ можно договора вытаскивать и во всех так как факт по проектам собирать здесь абсолютно как факт по проекту какое видео честь у вас проект это аналитика в документах соответственно она будет также у вас собираться в документах от реквизиты будет собираться также по документам проект в договоре указать можно из договора таскать в документах дтс да абсолютно если это инвестпроекты если это инвестпроект у вас ведется все равно в любом случае собирается информация по инвестпроектам да в регистрах абсолютно в регистрах сведения регистра накоплениях в движениях документов и также в настройках вида отсчета мы обращаемся к какому-либо регистру соответственно и собираем данные вот регистр накопления например да и собираем данные уже непосредственно с отбором который вам нужен и соответственно на настройках когда мы заполняем виды бланки отчетов когда мы только создаем здесь у нас как раз разделение по проектам и проект указывается у нас в экземпляре отчетов ну просто на самом деле вот разделение по проектам ставит то есть факт собирается в основном из документов и проблем с этим не возникал так еще вопросы какие есть у вас мы рассмотрели простейшие варианты заполнения плановых фактических показателей где приводит аналитика проект где при вводе данных фигурирует аналитика проекта мы не указывали что это у нас аналитика проект мы могли бы указать это в видах и бланках отчета когда создавали когда заполнили аналитики мы могли указать что третья аналитика например да у нас будет проекты вот здесь у нас два справочника либо если это разделение по инвест проектам то соответственно при составлении экземпляра отчета вот здесь будет обязательная польза для заполнения проекта но аналитику я бы все равно поставил вести историю в бланке отчета появилась в 3.1 именно в бланке отчета история хранения она нужна ли она она и так нагружает систему если мы еще бы включим версионирование на историю на виды и бланки отчетов которые могут меняться довольно много количества раз просто нагрузим ее сохранить их столь экземпляра ну все коллеги всем хорошего дня продуктивного вторника будут вопросы звоните пишите постараюсь ответить каждому все всего хорошего тогда всем до свидания а